Хорошо, если вся эта информация, как бы уже известная всем, она будет в очередной раз опубликована. Насколько действительно это может оказать влияние на сознание российского избирателя? Ну, а, собственно говоря, на самом деле избиратель ведь в ловушке, Ростислав, потому что независимо от того, как вы говорите, напротив какой фамилии они крестик или звездочку или галочку нарисуют, результат мы все прекрасно знаем. Какой выход, по вашему мнению, вообще какой вам видится будущее России? Мы увидели, что элиты не дрогнули, все согласились с тем, что есть, и все стали ждать какой-то развязки. Но развязка все не наступала и не наступала. Ну, я вот с этими элитами продолжаю общаться, на самом деле, в значительной степени, и они как раз дрогнули. Они как раз дрогнули, и вы знаете, я буквально вот на прошлой неделе, ну, у меня случилось несчастье, один из насильно мобилизованных членов моей семьи, которого, к сожалению, я поздно подинструктировал, как избежать от погрузки в автозак и отправки в военкомат, значит, он погиб. Вот, и для меня это отдельная история, я понимаю, что я представитель страны-агрессора, и украинская аудитория все это слышит сейчас страшно и неприятно, но это то, как, к сожалению, эта страна сейчас живет. То есть может не самый плохой человек, человек, который мог бы жить, воспитывать детей и быть нормальным членом общества, он может оказаться в этой мясорубке. По чужой воле, да, не поняв, что уж даже тюрьма лучше, чем быть убитым или быть убийцей, но вот такие случаи с людьми бывают. И я, знаете, в своих соцсетях, просто в личных, не в СМИ, в которых я работаю, я просто высказался на тему одного из людей, которые обрабатывали психологически вот моих башкирских сородичей, родственников, и просто людей, которые живут там в глубинке, и которых легко обработаться, потому что они привыкли верить начальству. Ну так вот они воспитаны. Соответственно, это был довольно жесткий, я бы сказал, хейтерский спич в адрес одного большого начальника, а именно губернатора Башкирии. Я так его называю исключительно, потому что это генерал-губернатор, они сейчас все таковыми являются, особенно те, кто вот так выслуживается, как конкретно этот. Вот. И, соответственно, я думал, что, ну, сейчас пойдут отписки, сейчас пойдет хейт со стороны тех, кто живет в России, да, потому что, ну, все-таки многие делают вид, что они поддерживают все это. Вы себе не представляете, какую волну одобрения вызвал этот мой спич, в том числе от тех, кто еще год назад мне что-то там такое говорили, какие-то сентенции повторяли за Соловьевыми, вот этими всеми Симонянами и прочими. Я не получил ни одного такого спича в этот раз. И более того, я получил несколько длинных таких сообщений, поддерживающих, вы знаете, откуда? Вот оттуда вот, из-под Авдеевки и из других мест. Вот людей, которых я не знаю, которые просто мои подписчики, которые нашли мои контакты, они пишут, что ты во всем прав оказался. И понимаете, это дает все-таки надежду на то, что российское общество начинает просыпаться. А это ответ на тот вопрос, который вы вначале задали, нашего с вами финального раунда. Это вопрос том, как все закончится. А закончится все может только так. Если российское общество не проснется, тогда эта вся конструкция может существовать сколько угодно долго. Если конструкция это и разрушится, то только потому, что общество проснется и какие-то люди какие-то решения начнут принимать, какие-то на своих участках не будут давать фальсифицировать выборы, какие-то на эти выборы придут и проголосуют за кого угодно против Путина только. А какие-то, кто Путина окружает, тоже начав что-то понимать, а слова одобрения я на секундочку получал от очень близких Путину кругов тоже, одобрение своей вот этой антипутинской антивоенной деятельности. Так вот, эти люди в состоянии сделать какие-то шаги, которые непосредственно могут завершить существование Путина и его вот этой вот безумной власти. Так что все равно все это закончится. Сколько веревочка не весит. Давайте в этом просто быть уверенными. Кстати, эта история, которую вы рассказываете, это ведь не единоразовый случай. Я вижу там в ТикТоке есть одна сибирячка, которая обращается к украинским воинам и говорит, удар типа по бункеру Путина в конце концов, ведь вам дают оружие. И я думаю, что да, таких людей будет больше и больше с каждым днем. То есть вы полагаете, что вот этот, как бы, может быть невидимый, но влиятельный бунт может произойти на базе самих центров избирательных комиссий по разным регионам Украины. Ну, то есть когда, условно говоря, вдруг в центр принятия решений стекается информация о том, что, значит, Путин не побеждает. Ну, смотрите, я не смогу сейчас вам точно описать, каким образом случится смена власти, потому что в последние годы правления Хосни Мубарека тоже никто бы конкретно не рассказал о том, как это все случится. Или в последние годы правления Бен Али в Тунисе тоже никто бы не сказал. У меня есть друзья, которые живут постоянно все эти годы в Тунисе, и там никто даже за несколько месяцев не рассказал бы это. То есть тоже считалось, что власть крепка, что все спокойны, что люди не могут быть подняты никуда, потому что это опасно. Но, соответственно, везде так и везде это заканчивается. Поэтому случится ли это через выборы, когда все поймут, что все совсем низкий рейтинг у Путина, например. И, например, избирательная система видит, что только один из десяти приходящих реально за него голосует. Они думают, да пошел он к черту, не будем мы больше за него что впихивать, потому что сейчас придет новая власть, и нас за это посадят. Как вариант, например. Возможно такой вариант, возможно. В мире такое случалось, случалось многократно. Последний раз вот так обжегся на фейковых, как он думал, выборах господин Лукашенко, и только на штыках Путина усидел на своей, так сказать, табуретке. Нельзя это даже троном назвать у власти. Соответственно, вот это все обсуждать довольно бессмысленно, это гадание на кофейной гуще. Это как бы даже более, понимаете, такая размытая вещь, чем жив ли Путин. Но есть еще одна интересная тема, я начала, собственно говоря, с нее, но мы ее не смогли развить, сейчас вернемся к ней. Итак, Абудаби, встреча, значит, шейфов с Путиным. На самом деле с шейхом, ну, я не вижу вообще, человек нерукопожатен во всем мире. Мы понимаем, что шейхи добывать свою нефть без западных технологий не смогут. Путин в некотором смысле их конкурент по части, значит, ресурсов. Какой смысл вообще им было встреча? Вот в какую игру играют шейхи? Ну, это, в общем, прагматичная тоже вещь исключительно. То есть у Путина друзей-то нет, и все это понимают. И более того, у Путина нет и союзников, поскольку все понимают, что при малейшей возможности кинуть Путин это сделает сразу же. Потому что для него нет никаких принципов, никакой порядочности, в нем не существует. И мы помним с вами, сколько раз он говорил о том, что Крым – это Украина твердая и четко, да, и мобилизации у него не будет, и нападений на Украину не будет, и много-много чего еще, и так далее, и так далее. Не говоря уже про пенсии, конституцию России. То есть все понимают, что партнеры-то, так скажем, плоховатенькие. Но когда в моменте можно получить конкретную какую-то прибыль, а вы представляете себе, сколько сейчас получают Эмираты, получают Дубай от того, что сейчас все путинские халуи перетаскивают свои деньги из европейских гаваней, из прочих, все вот туда, в дубайские, вот эти вот песчаные бархан. И, понимаете, за вот такого размера прибыль, как товарищ Карл Маркс еще говорил, они пойдут, естественно, на вот эту легкую мистификацию с триколором в воздухе и с этой псевдопафосной встречей этого господина. Но это ровным счетом ни о чем не говорит. Это просто говорит о том, что в моменте им только выгодно. Редактор субтитров А.Семкин